Аплодисменты 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 Всем привет! Аплодисменты Я сегодня почти вовремя даже Обычно я опаздываю Как ваши дела? Лично Вас каждым разом все больше и больше Я иногда даже пугаюсь Таких масштабов, если честно Но это очень круто Спасибо вам большое, что пришли Те, кто уже были Наверное, знаете В общем, будете задавать вопросы Буду отвечать И сегодня я одна Со мной Сережа, со мной Артем В общем, я еще вам попою Вот так Начнем мы с песни, конечно Аня, пойдем сюда Аплодисменты 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 Сейчас мы с вами Уважаем Аплодисменты Аплодисменты Высок Высок Успокойся Но я сейчас запойдусь Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Мало хуков, давай как-то переделаем на более танцевальный лад. И нас начали, короче, крутить. И там было даже две версии аранжировки песни Драйв Микрэйзи. Ну, начали выкручивать с этого танцевальный трек. Вот так вот. И в своем самом первом альбоме, вот таком пробном, да, я выпустила в Драйв Микрэйзи в двух обработках танцевальную. Вот. Но потом, в смысле, некоторое время я все-таки поняла и переслушала свою первую версию, которую придумала. И поняла, что все-таки первоначальному какому-то чутью не нужно изменять. И, знаете, главное не давать, сбивать себя с толку. То есть, если ты там сделал какую-то вещь, то в этом уверенность тебе приносит удовольствие. И от этого кайфу, что нужно это оставлять так, как это есть. Потому что по-любому всегда найдется кто-то, кто там скажет, типа, надо еще лучше, надо еще больше, надо танцевальнее и так далее. И в погоне за этим можно просто потерять вот это самое интимное, аутентичное и вот самое красивое зерно этой песни. Вот так. Ну, или вашего творчества. Поэтому это будет мне на будущее наука слушать лучше свой внутренний голос, а не прислушиваться к трендам. Что, еще споем? Да. 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 Продолжение следует... 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 Ну, я, наверное, отнесу, я скажу, наверное, самый такой внимательный подарок, это вот мне дарили пивко и семки, причем у меня уже несколько человек, сидящих в зале, мне часто приносит такой подарок, спасибо вам большое, потому что у меня часто это добро заканчивается, а я люблю тут дома сесть, сейчас я пересматриваю сериал «Грань», сяду, короче, открываю себе три хугарки безалкогольных, огромный паковать семок и, короче, смотрю эти четыре серии, это вообще мое любимое занятие. Ну, у меня нету любимых алкогольных напитков, я как-то к этому очень спокойно отношусь, и вот, ну, в компании, если где-то там выпиваем, то это обычно какое-то там винишко или какой-нибудь, не знаю, может, опироль, а так я на самом деле просто не люблю потом состояние после алкоголя, типа сейчас прикольно-весело, а потом ты очень сильно опухаешь и становишься такой некрасивой, и поэтому я стараюсь этого избегать и стараться веселиться как-то именно какими-то традиционными способами, но бывают моменты, когда прям почтно, в чемпусам ебать. Барную стойку заводиться, это да, тоже. Дуэт с Катей Кухой? Стрип-дуэт с Катей Кухой? Боже, да я же ее раздавлю бы, не знаю. Вы просто не видели, она такая маленькая, она очень маленькая. Я же не могу. Никита. На пуантах было бы, вообще я умею на пуантах ходить, немножко, немножко умею достаточно хорошо, кстати, танцевать на пуантах, даже умею вращать фуэтэ. Вот, и на, в общем, на эфир, когда будет тема цирка, я понимаю, наверное, скорее всего, это будет эфир на танцах, я хотела сделать на пуантах румбу, в общем, там, навращать фуэтэ, все дела, выйти, показать, что вот, здрасте, у меня тянутся стопы, как бы, не только на стрипе могу. Но до эфира я этого не дожила, и слава богу, потому что я бы тут один дожила, вообще, наверное, забрали дети с каким-то инсультом в больничку, как-то так было бы. Правда, это очень сложно, и люди, которые сейчас там остались, я им не завидую, потому что приходится отодвигать семью, работу, все вообще на задний план, и заниматься круглосуточно только танцами. Я просто, ну, не готова была, реально, отодвигать гастроли, там, отодвигать те же самые, там, MTV, Анплакт, отодвигать альбом на второй план, отодвигать музыку. На самом деле, вот, я вылетела, и на следующей неделе написала уже, наконец-то дошла до студии, записала треки в альтернативные свои проекты, то есть я уже записала трек для Шарлотта у Ту-Ту, я сделала трек для Шлакоблочины, то есть там не только будет флак, там еще и будут треки, вот, и, ну, появилось только времени в плане, хотя бы просто нормально выглядеть, хорошо отдохнуть. Это очень важно, реально, спать, отдыхать и чувствовать себя счастливым. А я уже под конец сентября месяца была, реально, чувствовала себя говном, если честно, потому что постоянно отсутствие сна, постоянно перелеты, постоянные концерты, постоянно ты к чему-то бежишь, зачем-то гонишься, вечно нигде не успеваешь или постоянно не спишь, и это очень плохо, на самом деле, гоняют жуткие депрессы, поэтому так не делайте, как это сделала я. Это ни хера не полезно, и ничего хорошего за собой не несет, вот так вот. Буду раскладывать под шиндалы, да? Точно такие же, в общем, как у механика, в общем, работа, я буду понимать. Я стою рядом ребенок, и чувствую себя в полный падла, если честно. Ведьма, вампир, русалка или Катерина Кухар? Какой идеальный образ на Хэллоуни? Мой идеальный образ на Хэллоуни? Ведьма, вампир, русалка или Катя Кухар, да? Я выберу медузу Гаргону. Это будет намного красивее и интереснее. Да. Еще, или Сергей Протулу вообще, это будет просто эпик, эпик момент. Самый инкомфтабл, просто образ будет из всех, который только может быть. Еще одну песенку? Да. Еще, или Сергей Протулу, просто образ будет из всех, который истинный, 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 истинный. Еще, или Сергей Протулу, просто образ будет из всех, который истинный, 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 истинный. Еще, или Сергей Протулу, просто образ будет из всех, который истинный, истинный, истинный. Еще, или Сергей Протулу, просто образ будет из всех, который истинный, истинный, истинный. Шейм, 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 ш Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На судьбу, наверное, как-то так Субтитры сделал DimaTorzok 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 из участников, поэтому, да, в общем, финансовый вопрос, давайте не затрагивать. Когда уже наконец дуэт с Литубик? Они сейчас же уехали в тур на три месяца. Мы хотели с ними сесть в сентябре, что-то записать, потому что у ребят была там неделя отпуска в санаторий, мы думали туда прилететь и что-то вместе сделать, но у меня как раз тогда начались танцы со звездами, не получилось, поэтому на следующий год отложим, наверное, это, потому что сейчас у них там просто, поверьте, беспродавку. Вот так вот, каждый день новый город, каждый день новый город. Я иногда, когда мы там пересекаемся вместе на гастролях, я жалуюсь на то, что я не отдыхаю, у меня нет выходных, а потом смотри на Литубик, думаю, нет, у меня есть еще вот такой. У меня еще все окей, у них вообще просто трэш. А будете вместе с трек с казаками? С вместе с казаками? Я тоже думала об этом, но пока что немножко мы отодвинули эту идею, мне больше... Ой, спасибо большое, спасибо. Ну, так, я потом заберу домой, вы не переживайте, я просто положу Ладику, хай, ложите. Это как его... Но пока что мне очень интересно с ними посотрудничать в плане интегрировать видео, знаете, там, в концертную программу. Это было, правда, очень красиво, прикольно. Классно, когда мы замиксовали там мой трек и их трек. Вот в таком плане, я бы еще раз повторила это выступление, как у меня на сольном концерте в Киеве было, когда вот мы дрангрув смиксовали с In The Middle, и получается очень круто. Еще? Какой сам мы не забывали на твой концерт? С деревом. С деревом. Ну... Вы знаете, я не могу один выиграть просто, на самом деле. Есть вот такой у меня топ-5, вот там, где было прямо очень хорошо, и очень неожиданно хорошо, просто потрясающе. Вот. Это, конечно, концерт в стерео, потому что он самый сложный был, долго к нему готовились, и самый ответственный. Это концерт в Кривом Рогу, как ни странно, Кривой Рог рулит, они просто нас порвали, ну, реально просто порвали. Мы не ожидали, вообще, не вся команда не ожидала такой отдачи, и что будет такой теплый зал, и такое будет твориться в зале. Я обязательно приеду с удовольствием в Кривой Рог. Концерт в Москве был тоже очень классный, и тоже, это был первый сольник такой, да, и все очень волновались, но ребята, в общем, фаны встретили так тепло, вот, и, не знаю, я там сто раз плакала за кулисами, потом собирала себя в кучку, даношу уровень бафосновить, опять выхожу на сцену, было, конечно, ну, такие интересные ощущения. И еще, как ни странно, в этом, очень классный был концерт в этом, в Узбекистане, как в Ташкенте, серьезно. Я, мы вообще доедем, думаю, боже, куда мы едем, мусульманская страна, думаю, какой концерт, такая Маруф, алло. Вот, это был фестиваль для молодежи, в общем, и нас, естественно, там одели по самое годло, вот, как что-нибудь, попросили там девочкам, у них тогда были платья, одели какие-то коллоты, купили 100 ден, жара 35, а у них там, вот эти студенты какие, чтоб не просвечивались, вот, и мы выходим на сцену, а там просто так орут, люди именно такую давали, не знаю, энергетику, так качали, и знали все песни, там, в интернете тогда, и кто-то поскачивали, там, помуучивали текста, и Узбекистан меня очень удивил. Конечно, в Монако концерты, это мое, любые, в Монако я люблю. Нет, в Дуэтс это не планируем. Это была такая коллаборация по фанам, мы выступали на одном фестивале, мы хотели сделать просто какой-то сюрприз для фанатов, что-то интересное, и мы вот специально для этого фестиваля вот решили так вот быстренько собраться, саккумулироваться, сделать вот такую вот штучку. А долго это, по-другому? Нет, это не долго, на самом деле, это буквально там в течение недели у нас решилось, и я еще там до, в день выступления, я еще ночью там, доделывала аранжировку, досводила там какие-то моменты, вот. Такой, это был экспромт, знаете, так, по-быстренькому, а давай что-то сделаем, а давай, вот так. Нету студики. Есть только вот то, что есть в интернете, нету студики. А студийный альбом вообще будет? Студийный альбом будет? Вот же, в ноябре, да, 4 трека. Нет, я имею ввиду то, что вы играете, вот, допустим, сейчас. Антлакт? Да. Пока что не планируем. Возможно, будет. Я не могу сказать там точно да или нет, потому что сейчас просто этого нету в планах, но посмотрим, как будут идти дела, там, выложим на YouTube, если там будет слишком много комментариев, лайков, естественно, и подписок, вот, то, конечно, придется сделать и студийный версию. Просто очень долго слышать. Спасибо. Песня на украинском? Песня на украинском будет? Песня на украинском будет. Все, ждите альбом. Да, и на русском, и на украинском тоже уже была, вот, поэтому все будет. Я сейчас не громче повторю, пожалуйста. Он расставляет себя на свободе, потому что вы знаете, что вы знаете, что вы любите. Блин, меня, знаете, меня мотивируют другие люди, я смотрю часто, если вот такая ситуация происходит, я просто смотрю на, стараюсь включить историю успешных людей. Потому что, блин, всегда, вот, моя любимая фраза, любимое выражение, я часто говорю это на концертах, для того, чтобы подняться наверх, нужно опуститься на самое дно, от него оттолкнуться, выбласьте наверх, вот, и я смотрю документалки про, там, других артистов, про других ученых, там, и так далее, вот, и смотрю, то есть, что самое главное, что они делают, они не показывают каких-то сверхновых инструментов, как все это исполняется и так далее, они просто показывают, что, несмотря ни на все, что происходит, вы должны просто продолжать работать, просто продолжать идти, ползти к своей цели, хотя бы лечь направление своей цели, но не останавливаться ни в коем случае. И вот этот вот, ну, эти трудности, они, наоборот, вы потом будете вспоминать это с очень большим теплом и скучать даже за вот этими моментами, потому что они, по сути, формируют вас как личность, они формируют вас потом как артиста, они дают как раз вот эти вот силы двигаться и не отпускать руки дальше. Потому что часто есть такая ситуация, например, там, молодые исполнители, которым быстро, знаете, это пришло, легко далось, они часто этого не ценят. Не зря есть такой клуб, знаете, 27-ми. Это известные артисты, которые внесли очень вагом и внесок в развитие мировой музыки и которые умерли 27 лет, например, у Эмми Вайнхаус, социалист Роллинг Сноу. Просто эти ребята стали в 18 популярны, они еще не успели там поработать, не успели столкнуться с какими-то трудностями, им упала на голову сразу популярность, им упали на голову деньги и все. И это просто тебя съело и ты, ну, ты доходишь к этому 20-ти годам, 27-ми годам и понимаешь, что ты не знаешь, кто ты, ты не знаешь вообще, ты не пробовал себя в другом ничем, ты толком не жил, толком ничего не видел. У тебя только гастроли, гулянки, гастроли, гулянки, наркота, бухло и так далее. То есть поначалу это прикольно, но потом это совсем не классно. Поэтому я очень благодарна, что, например, мой час, да, пришел уже, когда я стала взрослой, когда уже я сформировалась, то есть когда я уже много чего попробовала, когда уже наконец-то поняла вообще, кто я, кем я хочу быть, какие у меня взгляды на жизнь, ну, вообще, как мне двигаться дальше. И поэтому сейчас это протекает с удовольствием, ты это ценишь, ты этим наслаждаешься. Например, до 2018 года я ни разу не была за границей. Вот ни разу, даже в Турции не была. И, простите, когда я первый раз поехала в Турцию, это был там один из первых наших концертов, вот, боже, я доехала, у меня оказалось на другую планету. Я взяла от этой Турции все, я сожжала на всю пахлаву, я выкурила все кальяны, мы не спали круглые сутки, потому что у нас море, бассейн, аттракционный, дискотека, море, бассейн, аттракционный, дискотека. Мы попробовали все. Но это были такие незабываемые эмоции, реально. Мы до сих пор с девочками это вспоминаем, а Ленка тогда, Мечерякова, в общем, кровь не крупа, она тогда впервые вообще летела куда-то, то есть она даже на самолете не летала. И это круто. И ты эти моменты ценишь, ты их помнишь, ты их хранишь, ты когда у тебя появляется что-то новое, ты ценишь людей вокруг себя, ты ценишь вот то, что сейчас у меня есть. Я вам очень благодарна за то, что вы у меня сейчас есть, потому что я долго вас искала, и вот сейчас вы здесь. Нет у меня любимчика. Я вас расстрою. Нет у любимчика, я стараюсь отвечать всем по мере возможности, но любимчиков у меня нет. Я вам очень благодарна, что вы ведете фан-аккаунты, и часто я от вас узнаю каких-то концертов впервые, чем мне об этом говорить. Это правда. Какие-то там фотосессии или статьи в журналах. Но я бы хотела, чтобы это было, знаете, такое неким хобби просто для вас. То есть чтобы это не было каким-то соревнованием, целью жизни и так далее. Просто классно, что вот у фан-аккаунтов есть там один общий знаменатель. Это я. И мне бы, конечно, на это хочешь набрать, чтобы там делились вы, как-то что-то вместе делали, кооперировались, какие-то прикольные коллаборации общались. Тем более, блин, есть о чем пообщаться. И там очень много ребят из разных стран, и это круто. Возможно, в гости друг к другу съездят. Почему бы и нет, это всегда интересно. По крайней мере, точно родную душу и... хотя бы как его... однодумца вы точно всегда найдете. Вот так. Я люблю ходить на концерты. В ближайшее время я пока не собираюсь пойти на какие-то другие концерты, кроме своих, да. Но я была на 2NE1PILOTS, мне очень понравилось. Я прям еще раз бы хотела посетить их концерты. А ты не была здесь? Нет, я тогда в Атерау пела на Деньгора, да. Атерау с Деньгора, да. Это было очень забавно. Потому что, опять же, Казахстан очень интересная страна. У них, получается, Астана и Алмада, там вот ребята очень прогрессивные и продвинутые. А Атерау, они более такие консервативные, там, более религиозные люди. И когда мы вышли на сцену с девочками, и перед рывом на сцену к нам подходит Меркери, там, можно вас еще одеть? А мы так в комбинезонах полностью одеты. И Лена говорит, так куда же еще больше одевать? У меня даже, говорит, пальчики в комбинезон надевают. Говорит, ну какие-то шорты, там, платье что-то сверху. Ну, шо это такое? Вот. И было очень забавно выступать в Атерау в связи с этим совсем. Но публика была очень теплая. А я как-то выживаю, что-то я по машинам удачу, но я как-то не помню что-то. Ну, она такая инпостоянная, да. Никак, конечно. Нет, я просто стараюсь себя радовать. То есть я, у меня есть такая вот штука. После каждого концерта должна себя что-то, короче, как-то себя отблагодарить. Или что-нибудь купить, или сходить в какой-то рестик. Но в моем случае чаще всего, это я там себе пойду, куплю какие-то очередные духи, или какие-то очки очередные. У меня там вот такой дома, именно стеллаж, вот так вот такой огромнейший стоит. Можно выбирать именно сколько угодно. Скоро сама свой дюдти-пре открою, буду продавать. Вот. И мне это вот, не знаю, это такой, знаете, сигнал для моей психики, что молодец, ты поработала, получила награду, умничка, класс, иди, работай дальше. Все, можешь дальше не спать месяц, иди дальше работать. Вот. На Олимпийском? Да. Я люблю большие площадки. Мне вообще, я всегда мечтала сказать, привет, Олимпийский, выше руки. Я это сделала. Как бы минус одна мечта, это из копилочки. Вот, классно. Всегда стадион, это круто. Вот, если у вас, надеюсь, когда-нибудь у каждого из вас будет возможность постоять на стене перед стадионом, если, конечно, вам это нужно, потому что не всем это надо, то вы поймете, о чем я говорю. На тебя просто несется такая уж сильная энергетика, и это очень прикольно. Потом выходишь, не можешь спать, как под спитами, после таких концертов. Вот, собственно, опять же, ответ на ваш вопрос, как вы выживаете. Выживаю, когда классный концерт, когда тебе дают энергию, и ты после этого выходишь заряженный, ты на самом деле потом не можешь спать еще долго. И вот это как раз дает тебе силы дальше, двигаться дальше, что-то делать дальше, в общем, и быть постоянно в тонусе. А у тебя есть какие-то проекты в Павлограде? В Павлограде? Я не знаю, подумаю, я бы хотела какой-то социальный проект интересный там реализовать. Я обязательно приеду туда когда-нибудь с какого-нибудь из разряда лекции для школьников, для молодых людей, для выпускников. Вот, я бы хотела поделиться своим опытом и как можно больше молодых людей завербовать, пойти учиться в институт обязательно просто. Потому что в любом случае, даже если вы спали на всех парах в институте, у вас хоть что-то там отложится по-любасу. И хотя бы пожить этой общажной жизнью. То есть если вот есть школьники, и вы еще не поступали, обязательно это сделайте. Даже если не школьники, а просто еще не были в институте, обязательно поступите, поживите в общежитии. Это очень классно. Я жила целых только 4 года, лазила по запивкам, по газовой трубе. То есть у нас такие тусовки, я не знаю, как сейчас, потому что говорят, что все стухло, все в компах, но мы, конечно, нормально, все хорошо, все, можно не волноваться. Класс. Но это очень крутой период. Как закрывали сессии, вспомню, мы такой пили страшный напиток с девочками, растворимые кофе и кола. Это рубит, конечно, жестоко, и ты просто пешегуляешь все полгода, и тут за месяц тебе нужно впихнуть в себя полугодичный материал. Я не знаю, как мы не сдохли, потому что это дико вредно, и мы постоянно херячили эту колу с кофе, и это целыми сутками сидели, учили конспекцию. Знаешь, у меня там за 2 дня до экзамена, нафига сидишь себе, короче. Ну, это, конечно, такой экстримчик был. И было в то же время такой адреналин, так интересно, приходишь там с этими шпорами, или выдумываешь всякие штуки, типа креативишь, как бы списать. Кто-то на проводе у тебя наушник, ты там спрятала его как-то за волосы, там села на какую-то парту, просто последний экзамен по высшей математике я именно так сдавала. Моя подруга, она была репетитором, и она мне просто, я там брала билетик, садилась, набирала ее, ставила наушник, и очень тихо она мне диктовала, в общем, так, логарифм, пенсин, ну, и так далее. Это тоже своего рода экстрим и школа жизни. Там учишь договариваться, коммуницировать, придумывать, креативить. Это не только просто знание, это офигенная школа жизни. На кого ты училась? Я на радиофизика училась, вот так вот. Я на специалиста в сфере интеллектуальной собственности. Вот так. Вот сейчас десятый раз повторю. В ноябре выход мини-альбома Hellcat Story. Поставили напоминалочку, подписались на YouTube-канал Marufofficial. Там выйдет скорость изерочек с расписанием, какие числа, какие песенки выходят. Даже клипчики сняли. Вот недавно пришлось идти купаться в холодный дне по 3 октября. Развлекуха так себе, скажу вам честно. Ну, че не сделать, что не искусство. Зато получилось очень красиво. Так, давайте песенку. Тут что-то много я говорю, пора спеть. Да. Поехали. Поехали. Известно, честно Ты играть нечестно Снимаю платье В любой, в любой хватит Чтоб ты сможешь дать Кем ты сможешь стать Симонав, ты готов На стерео У соседей за стенкой Стерио Вы готовы Все зло намеренном Дорогите всю ночь В моем плейле А-а-а-а-а-а Что было между нами, только между нами Не расскажешь вам, так не описать словами Что было между нами Give it to me, baby Give it, give it to me, baby Give it to me, baby, give it to me, baby Обоснает, оболташь Все секреты спрячь, Ты же, здравствуй, мальчь Просто встань мне, Где-то стоят дальние Переводли бы в спальне Заболти и тайне Шимонов лет мы готовы на серию У соседей за стенкой Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ольга Кобылянська В общем не зря заставили Потому что я Нprisingap'е написала Очень красивую песню Там плакала в конце Вообще ужас И вторая книга Это не тоЕ до конца не дочитала Это еще в первом курсе института Ну мы же такие крутые Малышки приехали Хватитbert Городскими Это школа стервы Во глава катила descendants Это две книги Пыталась усилить в общем и прочитать. А так я обычно слушаю. Я люблю документалки. Есть такой канал Хромола, там и так далее. Все заговоры про иллюминатов, про масонов. Это все мое, это все ко мне. В общем, это все я прочитала, или нет, прослушала, просмотрела в общем, в видосах все данные знаки знают. Вот так вот. А как же Дейл Каннегер? Тяжело идет. Ну, ты типа классная книга, все, но лучше ее послушать все-таки. В наушниках, чем прочитать. А это правда, что в своем райдере ты указываешь обязательные условия киндеры? Да. Ну, я скажу честно, я не люблю шоколад, просто это весело. Ну, классно, в детстве, там, мне не могла себе позволить, и раздетьте не могли, позволить мне покупать постоянно киндеры, там, всякие штучки. И мне всегда так нравилось открывать, боже, какая же там фигурка будет, вот, и поэтому в райдере киндера. Плюс это веселит. Девочки ходят веселые, приходят вечно берутся. Это можно, можно, есть, а не, кто будет забирать киндеры? А их уже Саша все съел. Я люблю фантастику, я люблю Гарри Поттера, потом сотня сериалов, научная фантастика тоже очень люблю. Сейчас мы пересматриваем, опять же повторю, сериал Грань, дневники вампиров, я же как-то раз засмотрела этот сериал, от первого до восьмого сезона, сверхъестественное до сих пор смотрю, боже, уже когда-то закончится. Уже, знаете, из принципа, из принципа уже, знаешь, раз начало 12 лет назад, так давай уже закончим, я не могу сказать, что мне нравится сам Гарри Поттер, мне нравится вселенная Гарри Поттера, мне нравится эта история, мне нравится это волшебство, вот эти вот всякие сказочные штуки, мне нравится, что у них есть сумочка такая маленькая, она вроде бы маленькая, да, открываешь, тогда твой целый шкаф помещается, вот такую сумочку я бы себе очень сильно хотела. Я бы, да, я бы снялась в кино, я бы снялась в кино, была бы какой-то Лара Крофт, или какой-то Марвел-героиня, супер-женщина, кем-то еще можно быть, и, наверное, я бы еще очень бы хотела пробовать, вот недавно, мне кто-то прислал фан-арт, там, где нарисовали меня Джокером, вот классная идея, даже в этом не подумала, а я бы с удовольствием этого же сыграла. Пока что не было. Ну, Катюша Ангуин, по-любому, бы загорала, это 300%, то есть, очень бы красиво, она, наверное, даже умирала бы красиво, мне кажется, если бы мы дохли с голоду, Катя бы это бы делала вот так. Оля у нас конструктив, женщина конструктив, она бы пыталась там разжигать, наверное, костры, какие-то писать, там, сос на песке, то есть, плывать на черепахах, переплывать океан, то есть, это Оля. Алина бы расслабилась и получала бы удовольствие, мне кажется, да? Я бы тоже расслабилась и получала бы удовольствие. Есть привычка хрустеть пальцы? Нет, пальцами нет. Есть привычка хрустеть шею, я вечно прошу хрустеть спинку, так вот, здесь, чтобы похрустела. Есть привычка хрустеть, как он назвался? Назвался полный пиздец. Это красиво, для начала. И почему? С чего пошло? Еще и с детства я тебе говорю, пошло, вот честно, не буду брать, вот еще и с детства пошло, и все такие самые кожаные короткие юбки, штаны были мои, косухи, вот это мне все очень нравилось, все тети, которые были одеты вот так вот, именно в каких-то кожаных штанах, это было просто мое любимое. А просто, когда подросла, появилась возможность начала сама зарабатывать, начала как-то сама покупать. Сначала, конечно, у меня не было размеров, потому что я весила 1,85 кг, а то и все 90 кг. Потом подхудала, размеры уже начались, вот и все, сейчас все кожаные, все лаковые, вот оно нам ехнет. Сейчас, 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 сейчас. Знаете, мой любимый образ из Сайрен Сон, вот эти вот купальнички черные, которые, вот это, нет, из, нет, смежду нами мой любимый образ, все-таки, наверное, смежду нами, да. То, что я в интервью рассказывала, да, про дальнейшее, про мои 40 лет, ну, это просто до 40 лет еще нужно дожить, мне всего лишь 28, вот, правда, мне, мне очень нравилось в институте физика, математика, мне безумно это было интересно, я бы сейчас с удовольствием взрослой жизни потихоньку начну изучать еще химию, потому что у меня была ужасная химичка в школе, наверное, поэтому я ее не знаю, вот, мне очень нравится наука, и я бы с удовольствием открыла свой какой-то исследовательский центр, потому что, знаете, наука это такая вещь, которая всегда есть, куда стремиться, есть во что развиваться, есть как модернизироваться, и там всегда стоят кучи интересных, сложных задач, которые нужно решить, а мне это очень нравится. поэтому в 40 лет, это буду там, как Илон Маск, может, слетаю на Юпитер, на Марс, в общем, что-то придумаю. А какая песня тебе нравится меньше всего? Там много, на самом деле. Наверное, сейчас мне нравится меньше всего песня Lonely, вот. Вот вы ее даже не знаете, вот так. Но меньше всего она мне нравится, я не знаю, почему. Сначала я просто от нее перлась-перлась, сейчас она как-то меня не вкатывает, не знаю, такое бывает. Знаете, когда и солнце песня меньше мне нравится, она просто она мне, наверное, так надоела, что когда я ее пока выпустила, только сделала, целый год ее рожала эту песню, поэтому, одна из первых, вот, и поэтому она мне меньше всего очень нравится. нету текста, ну, я это исправлю, я пришлю потом на лейбл текст, чтобы они залили обязательно, будет хип-хоп-версия Blackwater, там будет текст. там есть. Все, последний вопросик. Стоит он им пронесит. Татуировка? Она ничего не означает, и мне просто нравился безумно Адам Лангард, вот, и у него такая же татуировка, и мы с моей подругой себе накололи в общем, у себя татухи. Мне где-то лет 18-19 было, даже где-то лет 19 не было, когда мы это сделали, и все. Вот так все тупо и банально, больше так не делайте. Будьте голоса татухи, думайте. Не, я не жалею, я шла вову, это не могу себе сделать. И мне хватило ума просто пойти к хорошему мастеру, это не про так, она симпатично выглядит, вот, она хорошенькая такая у меня, вот, и поэтому она красиво вписывается на моем запястье, пусть там и живет пока что. Татуировочку? Не знаю, как-то периодами, то мне хотелось вообще забить себе полностью руки, рукава сделать, а потом думаю, это не, долго, больно, не буду, а сейчас думаю, блин, не все платье классно смотрится, но не стоит. Так, все, мне уже говорят последнюю песню, поскольку нас отсюда выгонят, а все хотят пофоткаться. и трангрупп на последующий. не, подожди, я передумаю, давай начнем с фокуса на меня, потом вранжу на уху, так, давай две песни, так, как я деца. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создал DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 в общем сделать что-нибудь прикольное и надеюсь найдутся организаторы которые сделают концерт метро я вообще не против я очень за и до встречи спасибо я чуть не забыла подождите 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 я забыла представить вообще своих музыкантов давайте похлопаем артём я подписан артем канифо прям так как и слышите так и пишите у него там очень интересно заходите и спасибо серёге гитаристу он сергей грызло в общем среди тысяч сергей грызло вы можете найти именно только его потому что он там на аутарке очень улыбается такой вес сложный и озорной вот так спасибо вам еще раз спасибо вам большое спасибо вам большое спасибо вам большое и Субтитры создавал DimaTorzok